Возьмём ситуацию на Донбассе. С одной стороны, понятно, что действия украинской власти в Киеве были не в интересах народа Донбасса, потому что это совершенно явная, по существу, нацистская политика с запретом русского языка, ну или, во всяком случае, с налаганием определённых запретов на разговоры на русском языке, подпотакание оголтелому национализму, культурный диктат и так далее, и несомненная ревизия тех достижений Советского Союза, которые ещё оставались на Украине. С другой стороны, и в этом смысле движение народа, которое было совершенно явно выражено, оно за то, чтобы завоевать независимость. То есть, черты национально-освободительной борьбы народа Донбасса, точнее, черты национально-освободительной борьбы в борьбе народа Донбасса, они, несомненно, присутствуют, и на определённом этапе они превалировали. Что произошло далее? Далее Россия вроде бы поддерживает, но, тем не менее, вокруг Донбасса явно происходит какая-то олигархическая игра крупного капитала. То есть, в этой борьбе, как в Матрёшке, две составляющих, условно. Есть борьба народа за национальную независимость, причём с явно социалистическим оттенком, с попытками построить государство социальной справедливости. И есть явно игра больших финансовых акул, которые используют Донбасс как разменную монету в своей активности. То есть, здесь мы становимся перед глобальной проблемой. Если мы сейчас желаем поражения народу Донбасса, то, соответственно, мы в любом случае действуем в интересах какой-то из империалистических группировок. Потому что если проигрывает народ Донбасса и проигрывает российское государство, значит, побеждает международный капитал, который туда приходит. То есть, если это не достаётся, условно говоря, российскому капиталу, это достаётся капиталу иностранному. Если это не достаётся капиталу иностранному, то, скорее всего, это достаётся капиталу российскому. Вопрос – где здесь интересы народа, где здесь интересы негосподствующих классов? На мой взгляд, эта проблема может решаться только в долгосрочной перспективе. В какой? В создании… в чём была обусловлена победа большевиков? Она была обусловлена в значительной степени тем, что помимо самих большевиков в России существовал «Интернационал», третий «Интернационал», который позволил сразу же мгновенно после прихода большевиков власти в Петрограде обеспечить ему поддержку братских партий, братских левых движений во всём мире. Да, мировой революции не произошло, но эти братские движения сумели схватить за руку тот капитал, который находился у них дома, комитеты «руки прочь» от России, которые были в Британии, демонстрации, которые шли по всей Европе рабочие в пользу, в поддержку советского правительства. И именно это и обеспечило и позволило удержать мировой империализм в тех конкретных условиях от того, чтобы задавить русскую пролетарскую революцию. Без существования «Интернационала» мой прогноз на происходящее, к сожалению, чрезвычайно пессимистичен, будет всегда происходить то, что происходит у нас сейчас на Донбассе. То есть попытка народа… Я даже обобщил, тут не надо говорить про Донбасс, можно вообще про Карину сказать, но это же конкретный пример, когда одни ротенберги сменили других ротенбергов, причём, как выяснилось, предыдущие ротенберги были… Ну я условно их называю таким образом. Ну на Украине там была изначально спланированная просто история со свержением неугодного Януковича, который вёл себя очень мутно, и с заменой его более договорными для спонсоров этого мятежа персонажами, движение на Донбассе было стихийным, т.е. это было движение народной воли, которое могло бы отлиться в разные формы. И была попытка отлить это в формы социалистические, но эта попытка, как мы видим, не удаётся именно потому, что социалистическое движение слабо, разрозненно и не имеет поддержки со стороны братских движений во всем мире. Я думаю, что есть ещё вопрос на масштабы самого Донбасса, если мне такое подозрение. Масштабы самого Донбасса, но я всё-таки напомню, что и партия большевиков была чрезвычайно немногочисленна, наоборот, как раз масштабы играли против… масштабы России играли против большевиков, потому что партия там чуть больше 100 тысяч человек, она росла за счёт рабочих солдат-крестьян беднейших, но это была всё-таки несознательная публика. Ну безусловно, там летом, по-моему, около 300 тысяч человек, по-моему, шла речь в 17-м году. Нет, нет, 100… 100 даже? Даже 300 много. Т.е. в феврале это были 20 с лишним человек, всего 20 тысяч с лишним человек. Потом она стала стремительно по тем меркам расти именно за счёт внятной политики Ленина, его лозунгов правил. Так вот вопрос, смотри, а откуда тогда уверенность в головах у большинства людей, которые… И поэтому правильный ответ о том, какой должна быть позиция левого движения в России и пролетарского движения в России, он очень сложен. Я, например, не политик, я не готов… Для других людей очень просто. Точнее, для меня ответ такой, что любое пролетарское, любая пролетарская власть, которая каким-то образом окажется в главе региона или страны, она будет обречена на явное свержение или перерождение с помощью подкупа или каких-то других сил мирового капитала в том случае, если она не будет поддержана интернационально. врачи. Продолжение следует...